Приветствую вас, Александр. Первое и самое главное, что вам нужно для себя в этой ситуации увидеть, это наложение того, что вы хотите сделать для своего молодого человека и того, что вы чувствуете себя ничего не значащей для него персоной. То есть, оказывая ему некоторые знаки внимания, предпринимая какие-то шаги в отношении него, совершая какую-то активность, направленную на него, вы вместе с тем пытаетесь решить и свою собственную проблему, проблему своей незначимости для него. То есть, это, ну, может быть, это страхи какие-то, что он вас спросит, может быть, это обесценивание такое вот менее явное, но более постоянное, да, типа, что я недостойна того, чтобы быть с ним, или, там, я недостаточно хороша для него, ну и так далее, да, вот. Здесь нужно выяснять. Важное другое, что у ваших мыслей по поводу того, что вы для него незначимы, равно как и для того, чтобы вы себя чувствовали незначимы, ничего не значащие для него, есть причины, есть причины, именно причины. Оснований нет, потому что то, что, ну, что-то происходит, это не основания, но причины есть, наверное. И важно их разобрать, потому что, я не знаю, конечно, всего контекста вашего общения, я не знаю, какие у вас отношения, я не знаю много чего, но, я знаю точно, естественности не прибавляет тот факт, что вы, значит, через активность, направленную на человека, пытаетесь решить некую свою проблему. Это первое, что важно. Второе. Ну, давайте подумаем. Так. Если я правильно вас понял, вынуждены вы общаться с человеком в большей степени сейчас по интернету. И, соответственно, далеко не все люди могут и хотят общаться по интернету. Считаю, что общение вживую, там, ничего не заменит, и всякое такое. Некоторые люди, особенно те, кто достаточно конкретно и предметно смотрят на мир, вообще не воспринимают переписку, как что-то значимое и стоящее. Поэтому вам нужно посмотреть на характер взаимодействия с молодым человеком, посмотреть на переписку вашу с ним, которая была раньше, и увидеть, с чего она, собственно говоря, составит, что в ней, какое содержание переписки, если в ней что-то важное. Это так называемый контент-анализ, анализ содержания. Вот. Чтобы вы посмотрели и увидели, вкладывает ли молодой человек в вас что-то значимое в переписку или нет. Если ваша переписка очень поверхностная, пускай и оживленная, активная, то, скорее всего, человек просто не может воспринимать переписку, как вот такой, ну, самобытный канал общения. Следующее, на что важно обратить внимание, это на то, по поводу чего вам общаться. Естественно, я говорю про количество общего между вами. Оно вызывает сомнения. Оно вызывает вопросы. Потому что... Получается так, когда вы перестали встречаться, когда вы перестали встречаться, ну, в общем-то, общаться вам не очень больше. Он вам сам не пишет. Вы, судя по тому, что написали в тексте вопрос, пишите ему по поводу его самого, не по поводу каких-то ваших общих интересов. Вот. И молодого человека достаточно сильно угнетает то, что вот он находится сейчас, как вы сказали, на казарменном режиме по учёбе. По учёбе. То есть, сама по себе учёба. И мне интересно, вообще, хоть что-нибудь более важного, чем то, что происходит, да? Ну, вообще-то говоря, у человека нет. Очевидно. то есть, понятно, что сейчас ситуация не самая простая, но если человеку нравится что-то делать, чем-то заниматься, он, в общем-то, найдёт способы, найдёт средства для того, чтобы это делать. ваш молодой человек мягко говоря не такой. И вы можете сталкиваться с тем же самым. То есть, ваша проблема может быть такая же, что для вас нет ничего более важного и значимого, чем вот молодого человека, из-за отношений, с которым вы приживаете. Не из-за него самого, да, а из-за отношений с ним. Да, вы говорите, что ты можешь излить мне душу, ты можешь на меня положиться и так далее, но спросите себя, честно, зачем? Зачем вы это предлагаете? ведь если вы делаете это для человека самого, для него, только для него, то ну, сказали один максимум, два раза и все. В принципе. Захочется воспользоваться. вы, на мой, ну, вот как я понял, да, я могу ошибаться, вы это сделали больше, что уже говорит о том, что он, а для него неволи, да, только это. Для неволи вам нужно, чтобы он вам доверился. Что для вас будет значить, если он вам и зальет душу, а то, что вы значимые для него персоны, как вы сказали. то есть, грубо говоря, у молодого человека здесь получают вас обесценить своим поведением. Так что вы его поведение принимаете на свой счет. Вот разобраться с этим процессом с тем, как это становится возможным для вас, один из ключевых моментов. Следующее. Вы пишите по поводу того, что не хотите ему надоедать. Тоже довольно показательная история, потому что по сети вы говорите о нежелании навязываться. У меня вопрос в связи с этим к вам. Отдаете ли вы себе отсчет в том, что означает навязывание? Потому как навязывается, именно навязывается человек тогда, когда он проявляет какую-то активность по отношению к другому для себя, для себя самого. Тогда он навязывается, когда у него есть сомнения относительно того, а вот стоит говорить это или нет? Стоит это делать или нет? потому потому что нет такого четкого понимания, что я это делаю для тебя. Потому что когда я это делаю для тебя, ну, как бы, сомнений не возникает. Я это делаю для тебя и все. Но если я делаю что-то для себя через без тебя. Тут сомнения есть. Потому что логично, что может не получиться. Логично, что вы создаете себе препятствия для собственного удовлетворения и реализации. Как бы выставляя молодого человека в качестве посредника для реализации ваших желаний. Следующее. Помимо того, что вы можете бояться, что вас бросит и просто неуверен в себе, все может быть такая, что молодой человек мог быть травмирован тем, что произошло, мог быть травмирован введением казарменного режима, может быть подавлен, расстроен и так далее. И дело здесь не в астрагировании, а скорее в неустойчивости психики и в неумении адаптироваться к окружающей среде. здесь можно сказать, что женщина более адаптивная, у женщины более гибкая психика, чем мужчины, потому женщина лучше себя чувствует в критических ситуациях, тогда как мужчина в критических ситуациях может быть ведет себя и более как бы собрано, но у этого есть потом достаточно серьезный откат. Может быть достаточно серьезный откат. вот это к вопросу о том свойственно ли для мужчин такая история. Но меня интересует больше другое. Как вы пришли к идее задать вопрос про мужчину свойственно мужчине или нет? Вы говорите, что вы забутались, вы спрашиваете как поступить, как себя вести. Как вы пришли к этому вопрос. Что с чем у вас борются? По факту то, что вы запутались свидетельствует о том, что вы не доверяете себе. Есть какое-то чувство, вы его ощущаете, но вы не умеете правильно выстроить свое поведение. так, чтобы те переживания, которые стали его мотивом, реализовались в полной мере. У нас это не получается. И это ваша системная проблема. Что я имею в виду? Ну, вот вы говорите, я не чувствую себя значимой персоной для молодого человека. Это значит, что вы сомневаетесь в собственной ценности. Именно сомнение в собственной ценности не принятие того, что ваша ценность может быть ниже для молодого человека, чем вы считали, И отсутствие собственных подкреплений этой ценности, отсутствие, может быть, устойчивых представлений о самой себе, отсутствие, может быть, принятия своей ценности в такой безоценочной форме, да, безусловной форме. Мотивирует вас на какое-то поведение, на некоторую модель поведения. И вы надеетесь понять молодого человека, понять его психику, надеетесь узнать, как вам себя вести, чтобы в итоге решить эту проблему. Но ни один из вариантов, которые вы привели, не решит проблему того, что вы себя, образно говоря, обесцениваете, подвергаете сомнению свою цену. Ни один из этих моментов. Непонимание молодого человека, ни решение того, как вам с ним себя вести. Проблема находится в вашей, эта проблема только ваша. Она есть давно, скорее всего, с детства. И, соответственно, именно ее нужно решать. Что важно, данная проблема может влиять на ваше поведение, на ваши желания, на ваше восприятие себя и молодого человека. И поэтому следует учесть очень важный нюанс, который лучше знать, на мой взгляд, заразу. Если вы решите работать с психологом по данному направлению, то, может быть, с вами молодой человек станет неинтересен. Потому что, если вы решили свои проблемы, вы, ну, скажем так, в некоторой степени изменитесь, и эти изменения будут касаться того, что вам нравится. Вот. Поэтому здесь ситуация такая. Безусловно, это непростое время, нелегкое время. И, безусловно, в трудностях, трудные минуты, трудные моменты, человек проявляет себя. Себя настоящего. То, что мы можем судить, к сожалению, говорит о том, что молодой человек, которого вы выбрали, не готов. Он, к сожалению, скорее всего, боится трудностей, он, скорее всего, не готовится, ну, как-то вот к этим трудностям адаптироваться. И, как результат, молодой человек создает, ну, такие вот достаточно, я бы сказал, наверное, конфликтные ситуации, конфликтные, конфликтные. Конфликтные моменты, конфликтные истории, да, наверное. Конфликтные моменты, которые, в итоге, могут достаточно серьезно, ну, портить, может быть, жизнь. Вам, да, и, как бы, вашим отношениям цел. Поэтому, в целом, в целом, в целом, ну, ситуация, она вот такая, там, то, что я могу вам сказать. Давайте теперь пройдемте немножко по тексту, на вашем. Итак, встречаемся с молодым человеком год, почти каждый день были на связи. Ну, смотрите, то, что вы были на связи, это здорово, здорово, но, что вы имеете ввиду? Что вы имеете ввиду, говоря, что вы каждый день были на связи. Вот. Что вы имеете ввиду? То есть, встречались в год, это достаточно большой срок. Это не самый большой срок, конечно. Вот. Ну, это не очень маленький срок. Так что, здесь, здесь важно, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь важно, вот, как-то вот, ну, для себя, да, вам, 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 для себя нужно вот этот момент несколько, как-то вот, ну, определить, что это, что это было, что это было за связь. Связь, да, 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 то есть, ну, какая это была связь? Вот вы говорите, что, ну, то, что, все время были на связи, да, вот, а что это за связь? Ну, это, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, довольно важный, довольно важный момент. Далее. Эм, так, все сидят в обстановке, сидят в карантине, в казарменном режиме на учебе, кто-то заслушивался, начал игнорировать, не читать сообщения неделями, отпущать одни-двумя справа. Ну, важно другое. Вот, важно то, как быстро вы пришли к тому, чтобы спрашивать человека про его отношения к вам. Вот, то есть, ну, как, вы пришли, как, вообще. Именно вот, ну, именно к, именно, к выяснению отношений, как вы пришли. Потому что, ну, выяснять отношения, это не лучшее, что вы можете сделать для, ну, для, вот, взаимодействия. Поэтому, поэтому я, собственно, и обратил ваше внимание на эти вещи. Чем вы занимаетесь, насколько вы заняты сейчас? Вот. И заняты ли вы вообще сейчас? Потому что, если, например, у вас есть время, да, если у вас есть время, то, ну, понятное дело, что вы будете как-то, вот, обращать внимание на то, что он вам не пишет. Если, ну, человек вам нужен, да, если вы, там, человека нуждает, то совершенно очевидно, что вы будете писать и будете смотреть, что он вам не делами не отвечает. Потому что, ну, потому что, ну, проживать ситуацию, в принципе, каждый может, ну, по-своему. Да. То есть это, это вот, в принципе, нормальная история. Дальше. На вопрос в отношении ко мне ответил, что ничего сейчас не знает, ему ничего не хочется, ему грустно, тяжело и сложно. Ну, вот, эээээээээээээээээээ, вот, здесь, эээ. двигало, может когда вы спрашивали человека, вот именно, что вами двигал. Это очень, очень важный момент, потому что, опять же, момент в том, в том, сделали ли вы это для себя, например, да, допустим, или вы это делали для него в большей степени, вот. Это очень важно. Очень важен этот аспект. Дальше. Я пытался развить разговоры, опять столкнулся с игнорированием, но человек не хочет, чтобы вы видели его слабым, не хочет доверять вам. Пытаясь днр забил в руках и не писать, чтобы не надоедать ему. Ну, смотрите, здесь в какой-то, в какой-то степени, да, здесь все достаточно просто. Для чего вы ему пишите? Зачем вы ему пишите? Чего вам хочется, когда, ну, когда вы ему пишите? Вот. С какой целью вы ему пишите? Понимаете? То есть, опять же, момент в том, делаете ли вы это для себя или для него? Ну, это, это чувствуется. Это чувствуется. И чувствуется достаточно, ну, сильно. Всегда. Понимаете? Какая штука. Вот. Если вы, ну, как-то вот. Ну, неестественно это делать. Дальше. В то же время хочется сказать, что он сюда может на меня положиться, и для душа, что я не упрекаю его в отсутствии внимания. Вот и хочу знать его позицию и поддержать. Ну, здесь вы говорите о своей неуверенности в себе. Простите, но это правда. Вы говорите о своей неуверенности в себе. Какую позицию вам нужно знать? По поводу чего позицию вам нужно знать? Почему вам нужно знать эту позицию? Ну, именно, вот, там, ну, грубо говоря, сейчас. Да? То есть, это все вот такие. Достаточно, ну, важный момент. Вы неуверенность себе, а вы, вот, ну, собственную неуверенность переносите на человека. Вот здесь. Ну, вот, в данном ключе. Плюс вам как-то приходит мысль про внимание. Да? То есть, вот, что я его не упрекаю в отсутствии внимания. Такая, извините, что должны упрекать в отсутствии внимания. Или что? То есть, ну, ну, вы это, вот, вы это просто, к чему, про внимание? Ну, вот это вот, ээээ, тоже такой, достаточно важный момент, эээ, идёт. Дальше. Значит, просто у вас все эти ситуации чисто у себя исключительно не значит быть для него персон. Ну вот. Понимаете, да? То есть, казалось бы, казалось бы, ситуация, мягко говоря, нестандартная, да, молодого человека могло это как-то вот, значит, ну, ранить, задеть, вот. А вы говорите, что не чувствует себя значим для него. Но это может означать только одно, что вы всегда в своей значимости для него сомневались. Поэтому я думаю, что это важно, что вам на постоянной основе нужно подтверждение того, что выглядел его в нашем. На постоянной основе. понимаете, какая штука. Проблематика заключается, скорее всего, в этом. направлении вам и нужно двигаться. Да? Потому что момент это очень важно. что вы сомневаетесь вот в своей значимости. Ну, в своей значимости. Дальше. почему мы не сохраняемся у человека в такой период? Вы пытаетесь, опять же, понять и… э… в.. в... Большей степени …,. его, а не себя. Нужно вам стараться понять. Именно вот сюда. Вам. Понимаете, да? Что я имею ввиду? Здесь. Дальше. Я просто понимаю, что тяжело, грустно, внедатно, где-то не трагедия какая-то. Бывает же ситуация намного хуже. Ну, безусловно, ситуации бывают намного хуже. С этим не поспоришь. С тем, что такие ситуации бывают. Это правда. Вот. Но проблема заключается в том, что каждый человек, он по-своему это вид. Каждый человек, он по-своему это воспринимает. Понимаете? Какая стука? Какая проблема? И как человек воспримет конкретную ситуацию, да? Неизвестно. Вот. Поэтому здесь вы как-то пытаетесь сравнивать, да? Но это бесполезно, неизвестно. Для вас одно, а для него другое. Так. Может действительно мужиковый мусорный таким образом, то он может от всего отказаться, когда ему дискомфортно. И тут главное не перегнуть свое внимание. Ну, я боюсь, нет, 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 что я боюсь, что вы, 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 вы пытаетесь как-то вот понять, понять мужскую психологию. Вот. Тогда как ее мужской психологии. Нет. Есть человеческая психология. Да, есть нюансы, которые влияют на мужское поведение и женское поведение. Есть особенности у мужчин и женщин. Это правильно. Вот. Ам... Но... Ам... Здесь вы пытаетесь именно мужскую психологию понять. А она разная. Ам... У каждого своя. Поэтому идея заключается в том, чтобы вы не пытались понять мужчину. Ам... Ам... пытались понять себя. А вот. Мать какая штука. И... Чем больше вы пытаетесь понять другого человека, тем сложнее вам понимать себя. И тем больше вы нуждаетесь в том, чтобы, собственно, понимать другого человека, тем более вы отрываетесь от самой себя. И в этом ваша трудность, трудность. Кроме того, кроме того, вы говорите в действительности действительности. То есть, речь идет про то, что где-то вы уже пытались для себя, судя по тому, что я могу видеть, вы пытались для себя информацию получить где-то еще. Ну вот, собственно, к вам опять же вопрос, да, что это, как не в какой-то степени лихорадочный, точнее, поиск ответов на вопросы, которые вас волнуют. Вот. И дело здесь не в том, что, ну, что вас волнуют, а дело в том, как вы ищете ответы на вопрос, у кого вы ищете ответы на вопросы. Вот. Насколько вы накручиваете себя, вот, ну, склонны к тому, чтобы себя накручивали. Это тоже очень все важные достаточно моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание. Так. Ммм. В общем, я запуталась, расстроилась. А мы запутались все, мы расстроились и для чего. Подскажите, как поступить в этой ситуации? Поступить в этой ситуации, опять же, чтобы что? То есть, вот, как поступить, чтобы что? Это, вот, очень важный момент, на который вам желательно ответить себе, ну, в первую очередь, себе, наверное. Так. Вот. Потому что это, ну, важный, это достаточно важно. Потому что, по моим ощущениям, вы, ну, очень тревожны, очень тревожны, очень тревожны, по моим ощущениям. Вот. Это делает вас крайне недействительными при общении с молодым человеком. Вот. А молодой человек, в свою очередь, ну, чувствует вашу тревожность и пытается от этого защититься. Что, в общем и целом, вполне нормально. Оставить его в покое, все-таки написать и сказать, что он может на меня плачать. Ну, определите для себя, с какой целью вы это хотите сказать, с какой целью вы это хотите написать. Если вы сомневаетесь в том, что вы пишете это только для него, то, наверное, лучше тут же не стоит. Будут определенные ожидания, будут определенные желания, у вас связанные с этим, и ничего хорошего не выйдет. Если вы уверены в том, что вы это пишете для него, и напишете для него, и если вы об этом не говорили, не говорили. Вот. Раньше, то можете ему об этом один раз сказать. Но только не акцентируя на этом внимание. То есть, сперва нужна какая-то общая тема. Вот. Не знаю, какая-то такая смежная тема, в середине или в конце которой вы об этом скажете. Вот. Акцентировать внимание специально на это не нужно, если не хотите вот как-то молодого человека себя оттолкнуть. Вот. Вот. Но. Но. Я вам, конечно, рекомендую пересмотреть отношения с мужчиной. Вот. Потому что человек явно, на мой взгляд, явно не готов к тому, чтобы вот как-то, ну, адаптироваться к окружающим. То есть, есть ощущение, что он не достаточно врел. Вот. Если он не достаточно врел, вероятно, вы выбираете себе мужчин, мужчин, точнее мужчин, вот, которые, ну, не достаточно врел, скажем так. Вот. То есть, ну, то есть вот, проблематика может быть такая, такого типа. И, конечно, не хотелось бы для вас такого, да. то есть, хотелось бы для вас все-таки более гармоничных, а, и счастливых отношений. Вот. Ну, в конце концов, за это, то есть за них, за отношения, ответственные, что только мы сами, и больше всего никто. Вот. Поэтому, тут, конечно, есть определенные, определенные проблемы. Ну, на мой взгляд, есть определенные сложности. Вот. Ну, не забывайте, что все, в принципе, решаемо, да. Все можно решить. Никаких, неразрешимых, неразрешимых проблем, в общем и целом, не существует. Вот. Все зависит исключительно только от вашей готовности работать над собой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Поехали. Продолжение следует...